Всем привет! С вами я, Алиса, и свеженькая куколка в линейке Монстр Хай. Новый персонаж Триза Торн Виллоу из серии Гарден Гулз, садовые монстры. Более детальный обзор на монстряшку смотрите по ссылке в описании. Напоминаю, что на связи рубрика 100 грамм красоты и канал Белевикс. А предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Белевикс или ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А мы начинаем рассматривать эту куколку. Триза Торн Виллоу, дочь нимфы деревьев. На конец июля 2017 года героиня выпустилась только в серии Гарден Гулз. Мать научила Тризу, что быть нимфой означает ухаживать за всем живым и лелеять сад. Но она не предусмотрела о ее хаотичном росте в подростковый период. Рывок роста сделал Тризу невероятно высокой и бедвящейся. И случайно от ее мистической пыльцы у учеников Монстр Хай выросли крылья. Куколка может расти благодаря механизмам до 38 см, но подробнее о них чуточку позже. Триза Торн Виллоу, дочь дерева нимф. То есть это то место около дерева, где встречаются все нимфы. Куколка получилась настоящей милашкой, что называется среди лаверов МХ годнота МХ. Выражение лица монстряшки достаточно доброе и ласковое. Молд слегка пухловат, но это не делает Тризу хуже других выпусков. Триза это олицетворение дерева, поэтому она с рельефом древесины. По всему телу куклы можно заметить рельефных насекомых. Ближе к вискам мы видим завитушки. Особенно поразили в теле гусеница и улиточка на больших длинных ногах. Кукла для любителей природы. Малиновые волосы аккуратно уложены в хвост без челки. Прошивка волос просто суперского качества. И как бы я ни старалась найти какой-нибудь просвет, все тщетно. В набор кукли прилагаются висюльки в виде насекомых и растений, которые можно расположить на большущие крылья куклы. Зеленые ветви сзади подвижны, и их можно как поднимать, так и опускать. Для этого на спине куклы имеется очень оригинальная деталь. Украшение в виде домика с сидящей над рисовой. Кстати, на руке вырезан логотип Монстра Хай. Кто-то нашкребал в торопях. Тело Триза Торнвиллу вытягивается в длину, благодаря циферблату на спине. Как дерево, ее ветви и листья расширяются, когда она растет. Куклу можно поворачивать за рычаг вверх и вниз, делая ее выше или наоборот ниже. На руках есть ветки, молдированные прямо в руку. Наряд Триза довольно простоват и состоит из черного топа и юбки. А вот туфельки – вещи уже поинтересней. Основание, на котором стоит кукла, снимается. И тут уже куклу хотелось бы поставить на подставку, чего производитель, к сожалению, не предусмотрел. Весь бокс очень красочный. По всему периметру мы видим зелень и распустившиеся красные цветочки. В набор кукле прилагается только инструкция. В подставке для куклы нет, так как она сама раскладывается в плейсет, который ее держит. Но вот дневничком и расческой куклу обделили. А биографию Тризы скромненько написали на задней стороне коробки. А вам нравится эта куколка? У кого есть такая девчонка? Пишите в комментарии. А более детальный обзор на монстряшку смотрите по ссылке в описании. Не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и поставить лайк под видео. А также найти меня вконтакте и инстаграме. Там будет очень много фотографий с этой невероятной монстряшкой. Предыдущие выпуски рубрики смотрите на канале Белевикс. Или ищите по тегам 100 грамм красоты и 100 кило кукол. Все ссылки ждут уже в описании. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!